Нигерия возвращается, заявил президент этой страны в прошлом году, когда принял председательство в западно-африканском региональном блоке ЭКОВАЗ. Он пообещал усилить влияние своей страны, многие годы погруженные во внутренние проблемы, экономический кризис и борьбу с джихадистами. Об этом я поговорила с министром иностранных дел страны Юсуфом Тугаром. Как он видит Нигерию в роли лидера, в то время как страна столкнулась с чередой переворотов в своем регионе, иностранным, в том числе российским влиянием на континенте, конфликтом в Судане и гражданами, покидающими Нигерию из-за экономических проблем и проблем с безопасностью. Министр иностранных дел Нигерии Юсуф Тугар, большое спасибо, что присоединились к нам в рамках Берлинского глобального диалога. Спасибо, что пригласили меня. Давайте начнем с вашего региона, Западной Африки. Ваше правительство стремится восстановить свое внешнее влияние после того, как несколько лет концентрировалось на внутренних проблемах. Но в регионе Сахеля произошел целый ряд переворотов. В Нигерии, Мали и Буркина-Фасо. И везде к власти пришли военные. Вам предстоит нелегкая задача, не так ли? Да, нелегкая. Но вы должны взглянуть на глубинные причины того, с чем мы сталкиваемся сегодня, а именно с неконституционной сменой власти. Перевороты являются прямым результатом провала стратегии ЕС Сахель. Они являются прямым результатом свержения режима Каддафи в Ливии. Они, конечно, являются прямым результатом попыток обуздать миграцию и борьбы с терроризмом, а также того факта, что Нигерия не была включена в довольно большое количество этих инициатив. С учетом этих факторов, что это означает для вас на практике? Ведь вы являетесь крупным игроком в ЭКВАЗ. Это экономическое сообщество стран Западной Африки. Оно было ключевым для вашего влияния в регионе. А теперь Нигер, Мали и Буркина-Фасо не только выходят из состава ЭКВАЗ, но и создают свой собственный альянс – конфедерацию государств Сахеля. Ваша зона влияния сокращается, не так ли? Нет, не сокращается. Мы продолжаем сотрудничать с Нигером, Мали, Буркина-Фасо и другими странами. Мы не видим, чтобы они ушли, просто объявив о своем уходе. Существует процесс. Эти страны подписали протоколы, договоры, соглашения ЭКВАЗ, так что на это потребуется время. А пока мы продолжаем прилагать все дипломатические усилия. Не перебивайте меня, я вас знаю, знаю, что вы любите перебивать, потому что тогда я тоже буду вас перебивать. Это справедливо. Итак, продолжим. Есть группы даже в рамках сообщества ЭКВАЗ, например, Союз Государств реки Мано. Мы, например, входим в многонациональную объединенную оперативную группу в районе озера Чад. Нет ничего плохого в том, что разные группы являются частью ЭКВАЗ. Так что это не обязательно означает, что они находятся в конфронтации. И все же не похоже, что они заинтересованы в восстановлении членства в ближайшее время, или вы видите возможность того, что они вернутся в ближайшие два-три года. Мы будем продолжать прилагать эти дипломатические усилия. Мы продвигаемся вперед. Это процесс, это не событие. Когда ваш президент занял пост председателя ЭКВАЗ в прошлом году, он сказал следующее, я хотел бы процитировать его. Он сказал, что не допустит переворота за переворотом в Западной Африке, и что вы не должны сидеть в ЭКВАЗ, как, цитирую, «беззубые бульдоги». Но ЭКВАЗ, хотя и угрожал военным вмешательством, в конечном итоге не пошел на него, чтобы остановить переворот в Нигере. А затем... Потому что наша главная забота... Позвольте мне закончить. А потом вы отменили санкции. Чтобы не было кровопролития. Затем вы отменили санкции, которые должны были оказать давление на генералов. Неужели ЭКВАЗ превратился в беззубого бульдога? ЭКВАЗ — сообщество западноафриканских государств. Поэтому приоритетом является народ, а не государство, не система правления. И мы будем принимать рациональные решения так же, как и раньше. Угроза применения силы была одним из нескольких вариантов. И так оно и останется. Но вы не выполнили угрозу. Так что вопрос в том, можете ли вы поставить на первое место мир и безопасность? Вы бы хотели, чтобы мы ее выполнили? Вы этого хотите? Нет, я спрашиваю, как... Видеть кровопролитие, хаос, беспорядок в регионе? Абсолютно нет. Или мир? Вот почему мы этого не сделали. У вас есть ценности. Мы рациональные игроки. Мы посмотрели на это, оценили и решили, что это не самый лучший вариант. И дипломатические усилия продолжаются. У вас есть ценности, как у ЭКВАЗ. У нас они все еще есть. Мы их поддерживаем. Экономическая интеграция, а также мир, демократия. Да, и именно поэтому мы подталкиваем эти страны... Как вы сейчас перестраиваете ЭКВАЗ на будущее, учитывая это? Продолжать движение к возврату гражданского управления, к возврату конституционной демократии. Хорошо. Как эти ценности соотносятся с военными приворотами? В таких странах, как Нигерия и других, эти ценности продолжают отстаивать. Их поддерживает ЭКВАЗ. И это то, что мы будем продолжать делать. Мы демократическая страна. А ЭКВАЗ – сообщество западноафриканских государств. Приоритет, фокус на сообществе людей. Поэтому мы не просто выполняем то, что заявляем. Мы не собираемся устраивать резню и кровопролитие только для того, чтобы вы сказали, о да, они держат свое слово. Перейдем к иностранному влиянию. Оно наблюдается на континенте. После переворота в Буркина-Фасо, Мали, Нигере, которые начались в 21-м году, мы увидели, как эти страны переориентировали свои партнерские отношения в сфере безопасности с французских и американских войск на Россию и ее прокси. Считается, что Россия придерживается стратегии вбивания клина между ЭКВАЗ, чтобы расширить свое влияние и подорвать позиции Запада. Беспокоит ли это вас и насколько? Это очень тревожно. На самом деле, внешнее вмешательство в целом, наличие иностранных войск, наемников или частных военных компаний, действующих в регионе Сахеля, вызывает у нас большую озабоченность. Именно поэтому мы продолжаем прилагать дипломатические усилия. Но мы уже видели, что когда внешние силы пытаются прийти в ЭКВАЗ для решения проблем или создания сфер влияния, это не приносит успеха. Вы можете наблюдать, чего Нигерия смогла добиться в Сьерра-Леоне, в Либерии, когда она возглавила ЭКОМОГ и восстановила там мир. Там прошли выборы, и они продолжаются при демократических администрациях. И это именно то, что мы также делаем в рамках многонациональной объединенной оперативной группы, которая преуспевает в борьбе с Боку-Харам в районе озера Чад. Это Нигерия, это Нигер, это Чад, это Камерун. Мы еще поговорим о вопросах безопасности, но сначала я бы хотела спросить, поскольку вы недавно были в России, вы сказали, что общались с министром иностранных дел Лавровым. Были ли вам даны какие-либо гарантии? Вы сказали, что по сути подтвердили важность единства в рамках ЭКВАЗ. А что в России сказали вам? Они сказали нам, что полностью поддерживают мир в регионе. Вы им верите? Ну, я же дипломат. Значит, нет? Подождем, посмотрим. Чего вы больше всего боитесь, когда речь заходит о России на континенте? Мы, как говорят русские, доверяй, но проверяй. Вот так я и поступаю. И что вы думаете о том, что видите? Ну, я наблюдаю, и мы продолжаем наши дипломатические усилия. Вы говорите как дипломат. Отвечал как журналист. Вы сказали, что ваша позиция, и я слышу ее и здесь, это позиция стратегической автономии, и что вы работаете со всеми странами. Так насколько сильно на вас давят, заставляя выбрать ту или иную сторону, потому что... Не давят. Все знают, что на Нигерию нельзя давить. Позвольте мне закончить. Мы видим, что страны раскалываются на блоки, верно? Они разделились на блоки из-за Украины в какой-то степени. Они также разделяются на блоки из-за войны, которая бушует в Судане, которую мы видим на континенте. Насколько же сложно для вас сохранить стратегическую автономию? Это всегда вызов. Управление в целом, дипломатия, быть частью международного сообщества – это всегда сложно. Как человек, изучавший международные отношения, я знаю, что международная система анархична. Страны борются и отстаивают свои национальные интересы. И поэтому это нелегко. Поэтому мы не ожидаем, что все будет именно так. Ни одна страна этого не ожидает. Немного ранее мы упоминали о проблемах безопасности. Я хотел бы вернуться к ним сейчас, потому что в вашей стране по-прежнему происходят нападения таких группировок, как ИГЭ и Бока-Харам. Похищения людей с целью получения выкупа являются огромной проблемой. Например, в этом году я хотел бы остановиться на нескольких инцидентах. Боевики похитили по меньшей мере 150 человек в штате Сокота, 287 студентов в Кадуни, 200 человек в Борно. Как граждане могут доверять вашему правительству, если вы не можете обеспечить их безопасность? Вы из Нью-Йорка. Сколько людей застрелили в Нью-Йорке? Ну, мы говорим о Нигерии. Ну, знаете, я хочу сказать, что когда вы пытаетесь выделить инциденты, вы выбираете какие-то случаи и выделяете их. А вы даже никогда не были в Нигерии. Вы сами сказали мне, что никогда не были в Африке. Так что все вы это черпаете из интернета. И знаете, это не обязательно означает, что в Нигерии происходит только это. В вашей стране, в Соединенных Штатах, в одного из кандидатов от лидирующей партии перед президентскими выборами стреляли. Значит ли это, что нужно подсвечивать этот отдельный инцидент, не принимая во внимание все США? Я просто спрашиваю вас, что говорит большинство нигерийцев. Я просто отвечаю. Вот некоторые опросы, которые проводятся в вашей стране. Большинство считает, что вы делаете недостаточно для борьбы с похищениями. Это справедливая критика? Вы можете сосредоточиться на негативе, если хотите, и создать из него нарратив. Я хочу услышать, что вы делаете. Или вы можете сосредоточиться на позитиве. Итак, мы страна с населением 220 миллионов человек. Будут акты насилия, будут конфликты, но мы остаемся совещательной демократией. Мы добиваемся быстрого прогресса в государственном строительстве, в развитии. И большинство нигерийцев живут в мире. Говорят, что крайняя нищета, особенно в сельских районах, облегчает джихадистам вербовку среди разочарованной молодежи. Боку-Харам описывается как все еще чрезвычайно мощная. Нет, это чушь. Абсолютная чушь. Хорошо. Откуда вы это берете? Из интернета? Значит, вы уничтожили Боку-Харам? Вы даже никогда не были... Вы уничтожили их? У них раскол. Удалось ли вам искоренить Боку-Харам? Есть ячейки Боку-Харам, которые все еще действуют, но это не значит, они не контролируют никакую территорию. Понятно? И поэтому называть их так полная чушь. Ну, она была описана как террористическая группа. Я думаю, вам нужно проверить другие сайты. Вы взяли информацию с неправильного. Хорошо. Но даже если вам удастся снизить уровень насилия в вашей стране, как вы собираетесь его победить? Посмотрим на регион шире. Борьба с бедностью, продовольственная безопасность, сосредоточиться на тех вещах, которые мы делаем, которые делает эта администрация. Борьба с бедностью, продовольственная безопасность. По данным аналитиков, перевороты в Мали, Нигере и Буркина-Фасо в значительной степени привели к росту насилия, например, транснационального терроризма. Из-за провала стратегии ЕС в Сахеле. И из-за краха Ливии. А как вы буритесь с джихадизмом? Началось распространение оружия, легких вооружений. Вот с чем мы столкнулись. Из-за операции европейцев в Сахеле. Бархан, в которой Нигерия не участвовала. Сравните с тем, что мы делали в Экамок, которую возглавляли. Мы успешно перезагрузили Сьерра-Леоне, Либерию. Посмотрите, что мы делаем вместе с многонациональной объединенной оперативной группой. Вот что такое Нигерия. Я еще спрошу... Знаете, как нас называли раньше? Охотниками за привидениями. Это было в Нигерии. Еще один потенциальный очаг напряженности для вашей безопасности, который я хотела бы обсудить... Я думал, вы собираетесь говорить о точках напряженности между вами и мной на этой сцене. У нас их нет. Мы ведем конструктивный разговор. Хорошо. Еще один потенциальный очаг напряженности для вашей страны. И спасибо, что не перебиваете меня в этот раз. Продолжайте. Хорошо. Я хотела бы поговорить о другой потенциальной точке напряженности для вашей безопасности. Это конфликт в Судане. Бывший премьер-министр Абдалла Хамдок говорит, что он опасается, что гражданская война является, цитата, «плодородной почвой для распространения регионального терроризма». Разделяете ли вы это мнение? Да. И не только его. Я опасаюсь также последствий для Нигерии, потому что около 8 миллионов суданцев имеют нигерийское происхождение. У нас самая большая диаспора в Судане. Вот почему, знаете, иногда мы удивляемся, почему так много шума и крика по поводу миграции и нигерийцев, живущих в Европе или других частях мира. Потому что наша самая большая диаспора живет в Судане. Ее корни уходят глубоко в историю во времена паломничества в Мекку пешком и на лошадях. Так что исторически сложилось, что в Судане проживает много нигерийцев, и именно поэтому у нас интерес к стране. Но в отличие от других государств мы не торопимся. Мы знаем местность. Вот почему всегда хорошо работать с теми, кто знает обстановку, знает местность. Мы не хотим ситуаций, когда мы вмешиваемся в конфликт, а потом нас считают его стороной. Мы действительно хотим решить проблему. Так где же ваша внешняя политика в этом конфликте? Потому что вы знаете, для тех, кто не в курсе... Вы не проверяли. Конфликт — это катастрофа. У вас плохо работает интернет. ООН предупреждает о голоде, помощь блокируется. Если бы вы проверяли, если бы вы готовились должным образом, вы бы знали, что только на прошлой неделе у меня была встреча с министром иностранных дел Судана в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Так как же вы видите роль Нигерии в посредничестве? Посредническая роль и использование платформы Африканского Союза. Хорошо. Потому что мы видели эти дипломатические усилия. Мы видели дипломатические усилия со стороны США и Саудовской Аравии. Вы сказали США? Да, а также на региональном уровне, например... Вы знаете, мы как раз там. Я только что закончил говорить вам, что у нас есть история с Суданом. И мы очень хорошо понимаем страну. На самом деле многие нигерийцы – суданцы. Или многие суданцы – нигерийцы. Поэтому всегда полезно работать с теми, кто находится по соседству. Так вы сейчас создаете здесь новость? Я просто хочу сказать, что один... Вы пытаетесь заставить меня создать новость. Один аналитик из вашей страны сказал следующее. Он говорит, что ни у одной другой страны в Африке нет того, что нужно, чтобы помочь построить перспективу прочного мира в Судане. Вы собираетесь играть более значительную роль в этом решении? Один аналитик. Что сказали другие аналитики? Вы играете большую роль. Конечно, мы играем. Это не новость. Мы уже говорили об этом. Так, что же мы можем ожидать? Возможный переговор о спонсируемых нигерий? Вам следует больше работать с интернетом. Или, что еще лучше, посетите Нигерию. Хоть раз побывайте в Африке. Я хотела бы закончить. Что вы думаете об этом с точки зрения международной динамики власти? Ведь это сложный конфликт, верно? Вы знаете, что говорят об иностранном участии? Объединенные Арабские Эмираты обвиняют в поддержке суданских военизированных сил быстрого реагирования, что те отрицают. Иран и Египет вооружают армию страны. Россия, как говорят, играет на обеих сторонах, направляя наемников. Насколько сильным, по вашему мнению, будет это влияние и насколько оно вас беспокоит? Какое влияние? Участие Нигерии или... Иностранное влияние в конфликте? Это то, что усугубило ситуацию и сделало ее еще хуже. Если вы посмотрите на подход Нигерии, то причина, по которой он вызывает большое уважение и почтение на африканском континенте, заключается в том, что мы не представляем угрозы, прежде всего для наших соседей, которые намного меньше нас. И очевидно, что на протяжении истории мы делаем что-то исключительно из альтруизма или ради интересов Африки. Вот почему многие страны так доверяют нам, когда мы выступаем в качестве посредников. Так было еще в 60-е и 70-е годы. Когда мы работали над разрешением конфликта в Чаде, мы проводили конференции в Кану, на севере Нигерии. Вы не знаете, где это, но когда вы приедете в Нигерию, я отвезу вас туда. Судан. В прошлом мы были там посредниками. Не забывайте, что Нигерия – единственная страна, которая имеет постоянное место в Совете мира и безопасности Африканского Союза. На это и есть причина. Я должна спросить вас о состоянии экономики. Ваше правительство пообещало перезагрузить экономику Нигерии. Вместо этого экономическая ситуация в Нигерии характеризуется как наихудшая за последние три десятилетия. Инфляция превышает 30%. Кто это описал? Опять в интернете прочитали? Официальная статистика. Точно в интернете. Инфляция выше 30%. Официальная статистика сказала. Кстати, у нас хуже всех и вся. Ваш президент буквально вчера попросил набраться терпения. Пожалуйста. Опять вы за свое. Он произнес речь с просьбой о терпении. Вы действительно думаете, что у нигерийцев есть время ждать? У них есть. Нигерийцы очень терпеливы, очень понятливы. И они видят, что делает правительство и какой прогресс мы достигли благодаря макроэкономическим реформам. Пока не появилась такая компания, как Binance, криптовалютная биржа, и не подорвала эти макроэкономические реформы, позволив отмывать деньги через свои платформы, что повлияло на наш обменный курс и, в свою очередь, стало серьезным препятствием для макроэкономических реформ. Но мы решаем эту проблему. Вижу, вам не терпится что-то сказать. Да, у вас были общенациональные протесты, они были в августе, и на этой неделе они также повторились. Были случаи со смертельным исходом. Почему всякий раз, когда в Нигерии происходят протесты, их раздувают? Ну, потому что люди... Мы совещательная демократия. Мы разрешаем протесты. Граждане просят отменить некоторые из ваших... Мы разрешаем протесты. Именно так. И поэтому я не знаю, почему всякий раз, когда в Нигерии проходят протесты... Именно об этом я хотела бы спросить вас. О, смотрите, в Нигерии протест. Все рушится. Насколько высок риск того, что экономические вызовы... Мы демократия. Хотите верьте, хотите нет. Изменят настроение людей. Хотите верьте, хотите нет, но у нас демократия. Точно так же, как у вас в стране, в Соединенных Штатах проходят протесты, точно так же, как у вас в Германии, где вы живете. У нас также есть протесты в Нигерии. Это совещательная демократия. Людям разрешено высказывать свое мнение. У них есть свобода ассоциаций. У них есть свобода самовыражения. И это не должно быть иначе, только потому, что это Нигерия или это африканская страна. Да, но то, как они выражают тебя. Или потому, что это самая большая нация чернокожих. Особенно молодые люди. Еще один короткий вопрос, и нам пора заканчивать. Я хотела бы спросить вас о будущем, о молодежи, потому что вы говорили о демографии в вашей стране. И о том, что у вас сильное молодое население. Но многие молодые люди уезжают из страны. Что такое много молодежи? Это похоже на те рекламные ролики... Джаппа, что означает бежать? ...где говорят, что 9 из 10 врачей сказали то-то и то-то. Многие молодые люди... Ну, по оценкам больше... Кто подсчитал? Откуда вы это взяли? Миллионы людей покидают Нигерию. Откуда это? С каких сайтов? Это ваша официальная статистика. Я знаю, что... На каком сайте? Это официальная статистика от правительства. На каком сайте? Цитируемая BBC. Это ваша официальная статистика. Значит, BBC – официальный рупор Нигерии? Вас беспокоит количество уезжающих нигерийцев? Количество уезжающих нигерийцев? Да. Да, беспокоит. Именно поэтому мы проводим реформы. Именно поэтому мы приступаем к тому, что должны были обсуждать, что мы сделали в плане продовольственной безопасности, что мы сделали в плане инклюзивности, программы социальных инвестиций, развитие инфраструктуры в Нигерии, специальные экономические зоны. Вот на чем вам следует сосредоточиться, а не просто подчеркивать негатив. Министр иностранных дел Тугар, большое спасибо. Мы очень ценим ваше участие в программе «Конфликт зон» на берлинском глобальном диалоге. Как всегда, вы просто потрясающе. Рад был видеть вас снова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова